Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый вторник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова ресторанный эксперт. Сегодня в гостях нашей передачи Антон Жилин идейный вдохновитель совладелец премиального коктейльного бара Cloud9 и кальянный чайный, правильно? Чайно-кальянный клуб. Антон, приветствую тебя в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я бы хотела сегодня поговорить на тему такую, которую, наверное, волнует всех слушателей. Все-таки, как изменилась барная тенденция, барная мода, если это можно так назвать. Раньше посетители приходили в бары и я думаю, что самым распространенным запросом было Long Island, B-52, Mojito. За последние годы эта индустрия просто кардинально поменялась. Сейчас барменов можно смело называть химиками. Я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим слушателям, как все-таки это произошло и что сейчас в моде. Ну да, так и есть, что барная культура достаточно сильно изменилась за последние годы и, в принципе, это и подтолкнуло нас открыть бар Cloud9. это премиальный коктейльный бар, потому что нам негде было нормально попить. То есть, мы все время тоже хотели, искали какие-то новые вкусы, веяния и за границей мы получали там совершенно сумасшедшие коктейли. Вот. А в Риге культура немножко на тот момент была такая запоздалая, то есть, все брали там виски с колой, ром с колой, мохито. Вот. И мы, в принципе, до сих пор получаем в баре такие запросы, на что мы совершенно нормально реагируем, просто рассказываем о том, что есть совершенно что-то иное, да, там твисты на те же самые коктейли, то есть, немного измененные, да, вот. А позвольте прервать, что в понимании владельца премиальный бар, то есть, это те же напитки за более высокую стоимость или все-таки там составляющие, ну, вот они изменены? Мы конкретно на стоимости, естественно, это немного отражается, но не так сильно, вот, сколько на компонентах, потому что ежедневно мы давим там свежевыжатые соки, у нас везде используются в базовом напитке, если то водка, то это будет премиальная водка, если это джин, то это премиальный джин. То есть, само качество алкоголя будет гораздо выше? Конечно, оно всегда будет премиальным, вот, это не значит, что запредельно должен стоить коктейль, да, потому что составляющая коктейля, 40 грамм водки особая себестоимость не поменяет, вот, зато в бокале у тебя произведение искусства, при том, что мы уже знаем следующие веяния, какие мы сделаем, вот, то есть, одно произведение искусства, это Cloud9, где коктейли, они, как картины, дымятся, искрятся, красивые, вкусные. он платит не только за выпить, он платит еще и за впечатление, за интерактив, который ему дарит бармен, правильно? Мы вообще за то, чтобы все это было в совокупности, это интерьер, это приглушенный свет, это музыка, это иногда мы приглашаем диджеев, иногда просто ставим свои плейлисты, которые мы составили для гостя, вот, и в то же время, естественно, главная фишка это коктейль, то есть, мы коктейльный бар, соответственно, мы на коктейлях, это самый главный инструмент, наш барменеджер, он всегда в курсе событий, что, как, где, почему, то есть, и вот, возвращаясь к вопросу, к тому, что там лаборатории и так далее, да, реально сейчас барная культура очень тесно сопряжена с испытаниями, вот, и, соответственно, вскоре мы, наверное, сможем увидеть барную лабораторию, где мы будем использовать, которую мы будем использовать первой, по-моему, в Прибалтике. Такая интрига, прям хорошая. Да, 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 потому что мы все растем, и мы выросли из того, что уже создали, потому что сейчас уже барная индустрия, она все идет, 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 развивается, мы тоже вместе с ней, и сейчас мы поймали новую волну, и, соответственно, ее не упустим, создадим уже в скором времени что-то новое, интересное, прям вот сами ждем данный момент. Я, честно говоря, с нетерпением жду сама прийти туда как тайный гость, написать тебе потом отчет. Да, мы любим тайных гостей, потому что для меня вообще все проверки и будь то ПВД, будь то тайный гость, для меня это как праздник, то есть мне нечего скрывать, у меня на кухне все чисто, у меня за баром все чисто, и мы за этим прям ежедневно, я лично слежу за этим ежедневно, поэтому я всегда рад всем любым проверкам, которые могут быть. Смелое заявление. Приходите, проверяйте. Приглашение от Антона Жилина в прямом эфире, приходите, проверяйте. Я хотела бы еще все-таки остановиться на термине миксология. Можно ли получить от вас более детальное объяснение, что это значит и почему это слово применяется в целом в барной культуре в данный момент? Миксология это в принципе смешивание ингредиентов в шейкере или в том же самом бокале. Вот и все. Поэтому миксологи это бармены, которые смешивают конкретный заказ для гостя как-то так. То есть что именно рассказать по поводу миксологии? То есть правила миксологии? Какими ингредиентами вы пользуетесь в баре? То есть понятно, что все у вас идет акцент больше на свежие продукты, насколько я понимаю. То есть здесь и заготовки того же пюре из манго, то это... Да, у нас огромное количество заготовок, которые готовятся непосредственно перед сменой. Никаких заготовок не остается после смены. Это очень важно, потому что мы используем свежевыжатые соки, свежие декорации, то есть если это ягоды, то это перед сменой будет перебираться каждая ягода. То же самое с алкоголем, понятное дело, он просто не успевает выдохнуться, потому что количество приготовленных коктейлей достаточно высокое. А отошло ли, как правильно называлось, когда жонглировали бармены за барной стойкой? Флейринг. Отошло ли это уже на задний план или до сих пор пользуется спросом в барах? Делаете ли вы это у себя? Конкретно у нас мы не делаем, мы больше за такое спокойное времяпрепровождение, где люди могут провести свою бизнес-встречу или романтический вечер, или просто посидеть. Мы не отвлекаем каким-то шоу, обычно это может быть только если арендует, допустим, под себя под какой-то корпоратив, конечно, мы можем сделать там и огонь, и воду лить, и жидкий азот пускать, но у нас больше спокойная атмосфера с приглушенным, опять же, светом, музыкой и так далее, и тому подобное. Флейринг, он никуда не уйдет, он есть, и Латвия вообще славится со своими мастерами по флейрингу, мы там ребята из Латвии занимали первые места в мире, по-моему, вот я не хочу ошибаться, но они очень-очень топовые в своем сегменте. На ваш взгляд, гости, которые вот приходят конкретно в ваш бар, они ждут шоу, они ждут спокойного времяпровождения, они хотят изучить вот ту самую миксологию, про которую вы рассказали, или просто выпить, посидеть и далее уже танцевать, вот, или все вместе, чем отличается конкретно? все вместе, то, то, как бы, это не все вместе, каждый приходит получить свою эмоцию, то есть, есть люди, которые приходят и хотят, чтобы им рассказали какой коктейль, что в нем, почему и так далее и тому подобное, то есть, под настроение можно подобрать коктейли, под обстоятельства, да, романтический вечер всегда можно подобрать романтический, какие-то с эффектами вау, коктейли, да, то есть, там, с дымком или добавить парфюм в конце, как нотку, вот, поэтому в нашем баре можно получить любую, ту эмоцию, за которую ты идешь конкретно в данную секунду, мы можем, и точно так же можно получить сногсшибательные шоты, которые, то есть, вкусные, красивые и красиво поданы, вот, поэтому тот, кто ищет какое-то событие у него в жизни, то и получит. Мне просто кажется, что стоит разделять поход в клуб, например, когда человек априори заказывает какой-то коктейль не с целью ощутить нотки какого-то экстракта, заготовки маракуйи, оценить премиальное качество алкоголя, он идет, ну, буду говорить, как есть, напиться, скорее, чтобы пришло веселье, все-таки клаудная, но другого плана заведения, да, у вас тоже бывают и диджеи, и гости танцуют и остаются у вас до утра, да, сама видела, знаю, как это происходит, но все-таки культура именно один за другим пить, это не про клауднайн, или можете поспорить? Это не про клауднайн, именно конкретно потанцевать, поэтому мы и открываем в скором времени клубное пространство, потому что гости наши, они после того, как мы заканчиваем работать, они все хотят в клуб потанцевать, то есть они с удовольствием бы продолжили свое веселье, но уже где-то в другом месте, поэтому мы видим, что ниша не занята и открываем, в принципе, вот сейчас идет в разработке клуб и еще один бар, очень интересный. Еще одна интрига для слушателей, для меня, в том числе. Да, да, конкретно, да, сейчас ведутся. Я вообще такой человек, который постоянно что-то придумывает и делает, я не могу остановиться на одном месте, мне всегда нужны новые коктейли, новый алкоголь, наверное, поэтому мы два года подряд занимаем топ-3 в достаточно такой премии бар-пруф, которая соединяет страны СНГ, Россию, Украину, вот, мы занимаем топ-3 по лучшей подборке алкоголя второй год подряд. Я не могу вот оставить просто коктейльную карту и карту крепких алкогольных напитков на том, что она была. Она настолько видоизменяется постоянно, мы просто об этом не кричим, но те люди, которые у нас гости наши любимые, постоянные, они это замечают, и поэтому, в принципе, заполняемость и популярность бара, она закономерна. Если ты работаешь над этим, все будет работать на тебя. А сколько потребовалось времени, чтобы прощупать свою целевую аудиторию? Потому что вот с чего мы начинали, не все еще готовы к веяниям барной культуры, что сейчас от коктейля нужно ждать не только двух ингредиентов, но и красивой подачи, необычных каких-то спецэффектов. Как вот долго прощупывали вы свою аудиторию, и наверняка же были те, кто были кардинально против, и говорили, я вот хочу тот самый мохито, а вы мне тут азот. Да, мы не отказываем своим гостям, и поэтому мы приготовим мохито, но просто жизнь одна, почему не попробовать что-то новое, и даже сейчас, в противовес тому, что у меня все коктейли такие с заветвлением шоу, я уже знаю, что я хочу делать коктейли более спокойные, потому что немножко выросли, подросли, и сейчас уже можно поработать над тем, чтобы гостям представлять коктейли, где ты должен подумать, что ты пьешь, или бармен уже должен рассказать целую историю о том, что у тебя в бокале. Получаете ли вы негативные отзывы в социальных сетях на тему того, что ожидание не совпало с реальностью? Такое тоже бывает, но это всем не угодишь, и иногда просто человек попал в то заведение, которое чуть-чуть не его формат, а это совершенно нормально, негативные отзывы, мы всегда работаем над негативными отзывами, если они у нас присутствуют, благо их мало, но с каждым, кто пишет негативный отзыв, я готов лично пообщаться, узнать, что конкретно ему не понравилось, чтобы поработать над тем, чтобы ему все-таки понравилось, и он был бы счастлив. Гость всегда прав? Это такой, наверное, самый сложный вопрос, в принципе, гость всегда прав, но бывают обстоятельства, опять же, о которых мы только что обсуждали, по поводу того, что не попал бармен, и в принципе, или человек пришел не в то место, которое конкретно в данную секунду не для него, но все равно гость в принципе всегда прав, для меня остается. А в ситуациях, когда гость перебрал ваши действия, как это контролировать, чтобы не нарушался комфорт других посетителей бара? И бывают ли вообще часто у вас такие истории? У нас очень чуткий персонал, вообще спасибо за это ему, потому что они, в принципе, решают очень хорошо, правильно решают с гостем, там, вот, в случае перебрал, у нас есть хостес, которая всегда найдет нужные слова, как правильно объяснить, что сейчас уже не время, ну, то есть, как бы, пора либо уходить, либо, может быть, перейдете на воду. Кстати говоря, вот, у нас вода совершенно бесплатная, это не потому, что у нас там такой вот формат, а потому что, чтобы смыть, очистить свои рецепторы, потому что все коктейли, они очень разные, и... Это как кофе в парфюмерном магазине. Ну, в принципе, что-то такое, да. Да, именно так. Я знакома с вашей хостес, и, честно, мне очень тяжело представить, как такая миниатюрная девушка, способна справиться, например, с людьми, которые, ну, уже начинают грубить или хамить. Приезжаете ли вы в такие ситуации в свой бар, чтобы решить ситуацию, помочь своей команде? Естественно, и такие тоже ситуации были, но, в принципе, у нас на те дни, когда такие ситуации могут происходить, у нас стоит охрана, вот, это пятница и суббота стоит охрана, и которая, в принципе, фильтрует, тоже помогает нам. Это полноценный, полноправный, член команды, который, вот, как лицо уже, его уже знают. Вообще, в принципе, у нас команду знают, по-моему, по именам все. Она практически не меняется, и, и за три с половиной года работы бара почти все те же лица стоят, помогают, помогают разобраться в коктейльной индустрии, в нашей коктейльной карте, которая достаточно обширная. Я очень горжусь тем, что мы работаем с вами, тем, что ваша команда это и часть моих заслуг. Именно, да, я хотел как раз таки сказать, да, что, да, это, на самом деле, сейчас вот можем затронуть там больную тему по поводу персонала. Поэтому мы к этому, да, вернемся на второй части программы, потому что нам придется уйти на небольшую паузу. Я напоминаю, что сейчас в эфире программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерия Иванова, и гостем сегодняшней программы является Антон Жилин, совладелица идейно-вдохновителей бара «Клауднайн» и кальянно-чайной ТХЦ. Мы хотели бы сделать небольшой конкурс. Вернемся к этому, наверное, уже в самом начале после паузы, поэтому оставайтесь с нами, будем обсуждать еще более горячие темы, и, конечно же, будем рады вашим звонкам, поэтому после рекламы номера для связи со студией 6721-2939, 6721-3939. Итак, добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня в студии «Открытой кухни» я, Валерия Иванова, и Антон Жилин, идейный вдохновитель и совладелец бара «Клауднайн» и кальянной и чайной ТХЦ. Мы говорим сегодня о новых тенденциях в барной индустрии. И как раз к этому вопросу хотели бы объявить конкурс. Антон, ваше предпочтение? Разыграем куда, во-первых? А, ну, разыграем подарочную карту на сумму 50 евро в бар «Клауднайн». Отлично. У которой нету срока годности, так что ее можно будет использовать в любой момент, в любой день. Вот. Единственное, что предпочтительнее делать резервацию, чтобы не попасть в ситуацию, что заполнено заведение, потому что у нас резервация уже принимается на февраль и январь. Хорошо, тогда мы объявляем конкурс, и он будет состоять из двух заданий. Первое – это придумать название для коктейля. Оригинальное название для коктейля? Да, необычное, то есть «Блади Мэри» и все существующие уже не используем. И придумать ингредиенты, составляющие данного напитка. Главное, чтобы число ингредиентов было от трех. Ваши ответы вы можете присылать на номер 6721-2939, если хотите пообщаться с нами в прямом эфире, либо на номер ватсапа 230-6191, 230-6191. А пока мы продолжаем беседу, закончили мы первую часть эфира на таком сложном вопросе, о котором в прошлом эфире открытой кухни спорили, дискутировали и Мурат Юшко с Инцем Далдерисом. Сегодня поговорим с тобой тоже на эту тему. Персонал, персонал и еще раз персонал. Есть ли люди в Риге, работники, как тяжело их найти? И ваше мнение на этот вопрос? Ну да, это, наверное, одна из самых таких актуальных и горячо обсуждаемых тем, но персонал в Риге есть, его просто нужно уметь искать, и если не умеете искать, можно обратиться к Валерии, она тоже поможет, но в принципе люди идут на людей, люди идут на, то есть и персонал идет на руководителя, также вот идейного вдохновителя и так далее и тому подобное, то есть проводится предварительное интервью, то есть люди есть, они же есть, они ходят в бары, они ходят в рестораны, они где-то работают, кто-то хочет поменять, допустим, банковский сотрудник захотел поменять полностью сферу, вот у нас супер бармен Ая, она вообще из банковской сферы и захотела поменять свою жизнь, вот и теперь работает за баром прекрасно просто, вот, поэтому тот, кто хочет найти, тот всегда найдет, тут зависит от условий, от того, как ты мотивируешь персонал, от того, как ты работаешь с персоналом, допустим, у нас достаточно открыто, но в то же время жестко, но в принципе мы все люди и все можем выслушать все, что, как, где, почему, да, конечно, там существуют варианты, когда кто-то не приходит на интервью или и так далее, но значит, это просто тебе такой человек не нужен, а те, кто нужны, они будут с тобой работать, будут показывать результаты, то есть, я не вижу, в этом есть сложность, но в этом нет проблемы. На ваш взгляд, с чем связана такая патологическая лень, не будем обобщать, естественно, но у многих работников, потому что вы упомянули предварительное задание, используем до интервью, когда человеку выдается возможность проявить себя, например, если это шеф-повар, то рассказать о, во-первых, своих работах, понятно, во-вторых, предложить интересную интерпретацию какого-то уже стандартного салата, который знают все, да, то есть, чтобы мы посмотрели на мировоззрение, на то, как человек мыслит, насколько творчески он развит, почему вот многие на этом этапе уже отваливаются, ну, я не говорю про тех, кто не подошел, я говорю про тех, кто и вовсе ничего не прислал, хотя интерес к вакансии, например, был, вот. Но это и говорит о профессионализме человека, то есть, если он не может показать, что он может сделать, чем он может удивить, то, скорее всего, он, возможно, ничего и не может, вот и все, ну, то есть, хорошо, вот я пришел, хочу устроиться шеф-поваром в ресторан, ну, или там, или поваром, мне говорят, у вас тестовое задание, покажи, что ты умеешь, или вообще, ну, то есть, покажи, покажи, что у тебя вообще за мировоззрение, потому что повара, шеф-повара, бармены, барменеджеры, это же создатели, в принципе, то есть, они создают то, что будет у тебя в будущем, то есть, если, допустим, сейчас есть, или там набираешь новую команду, то ты хочешь видеть человека, который может мыслить так, как ты, может понять твою волну, окунуться в твои идеи и создать их, потому что, допустим, ну, вот у меня много идей, но я не могу взять и ножик, доску, и как-то показать, у меня нет такого умения, то есть, я не шеф-повар, я не повар, вот, соответственно, если я могу сказать, показать, как это сделать, либо шеф-повар сам может сказать, что вот, вот вижу сейчас так, вау, гениально, ты уже на работе, это же, мне кажется, настолько просто. Ну, я поэтому и задала этот вопрос, так как столкнулась сама недавно с такой проблемой, занималась поиском, занимаюсь на вакансию пивного с Амелией, когда выдается задание сделать подборку, пожалуйста, интересных сортов пива, к существующему меню, люди исчезают. Элементарно ведь? Это элементарно, тем более ссылки с пивной картой и картой блюд, они существуют, то есть, не нужно искать что-то дополнительное в интернете. Сейчас все можно найти, во-первых, в интернете, можно вообще не смотреть меню, можно найти и меню в интернете, и не то, что как бы, можно найти карту вкусов, можно посмотреть, как вкусы работают со вкусом, все сочетания, все вообще есть открыто, то есть, в открытом доступе. 10-15 минут работы, и оно уже есть. Вот я бы, на самом деле, на этот счет поговорила с нашими слушателями, как вы, дорогие наши жители, считаете, почему на этапах трудоустройства люди не хотят никаких усилий приложить к тому, чтобы попасть на должность желаемую. напоминаю, телефоны для прямого эфира 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9, если будут какие-то мнения, мы с радостью их выслушаем и прокомментируем. Также не забывайте, что действует конкурс. Конкурс на 50 евро, подарочная карта в бар Cloud9. Условием конкурсов является придумать название оригинальное и также составляющего коктейля. Главное, чтобы было не менее трех ингредиентов. На номер 2-0-0-0-6-1-9-1. Антон, все-таки про клубную индустрию. Уже интрига прям горит. Очень-очень интересно, что же вы подготовили как свой третий проект. Если сравнить с Москвой, чего не хватает в Риге, как вообще вы оцениваете нишу клубной индустрии в Латвии и почему хочется зайти на нее как вот что-то новое и грандиозное? Ну, это достаточно такой каверзный вопрос, потому что с Москвой мы себя сравнивать не будем. Мы все тут индивидуальные в Риге. Но, естественно, поиск новых форматов, идей и вдохновения их стоит искать за пределами страны. Ну, то есть, это совершенно нормально. Все в поисках. Если мы будем вариться только в одной локации, то ничего нового не придумывается. Поэтому мы часто путешествуем и вот с моим бессменным партнером Серегой мы постоянно в поиске мы такие люди. Нам нужно питаться новыми идеями, новыми совершенно направлениями. Поэтому созданы совершенно два разных заведения по формату. Да, то есть, один премиальный, другой непремиальный. Но везде будет премиальный сервис. Поэтому сейчас новый этап жизни это музыка. Ну, в принципе, она со мной идет вообще пожизненно. И так же, как и у партнера то же самое. Мы очень любим музыку, мы увлекаемся музыкой, сами можем и подиджеить, и постоянно скидываем друг другу треки. И словили себя на определенной волне определенного музыкального движения, с которым скоро познакомим Ригу. и это будет что-то такое мистическое, интересное, красивое, с очень качественным звуком, светом, цветом. Я на самом деле не сомневаюсь, что это будет красиво, что это будет так же продуманно, подетально. Это вот, когда мы сейчас обсуждаем, мурашки аж по коже. Да, да, да. Это в принципе такое, да. То есть, внутри будет и барная лаборатория, по-моему, я вот не хочу там брать какие-то там лавры на себя, но, по-моему, чуть ли не первая в Прибалтике. Мы там будем работать там и с роторными испарителями, и, в общем, вытаскивать, как говорят, некоторые душу из коктейля. Вот. И внутри клуба будет и скрытый бар, и бар в баре, и, в общем, то, на чем мы сейчас работаем, то, на чем забит мой полностью мозг. и благо вот можно создавать заведения, потому что команды других заведений, то есть, Cloud9, она работает уже автономно, там, THC работает автономно, сейчас можно погрузиться. Да, да, да. Есть, конечно, то есть, это самая проблемная вообще индустрия, которую я проработал, благо, там, в разных сферах, и на радио, и на телевидении, и там, и недвижимость попродавал, и что только не делал, там, и покер, и казино. Да, везде успел, но вот это индустрия, я прям вот полностью погрузился, и постоянно езжу на разные выставки, вот, на самом деле, сейчас я должен был быть на барометре в Киеве, но у меня там некоторые обстоятельства сложились вот по поводу с открытием нового заведения, я не смог вырваться, но, в принципе, я вообще всех призываю к тому, что нужно развиваться и расширять свой кругозор, ездить на выставки, представлять себя на конкурсы, выставлять свои коктейли, и, в принципе, всячески пиарить себя в различных группах, куча есть групп, барменских, где профессионалы, любители. Не стоять на месте. Каждый день нужно себя подталкивать на то, что, вообще узнавать что-то новое и говорить, что ты создаешь, как ты создаешь, почему ты создаешь, и, возможно, некоторые вещи, они совершенно уникальны, ведь в Латвии столько локальных продуктов, которых можно использовать в коктейлях, там, та же самая цедония, я не знаю, облепиха, ну, облепиха, цедония, там, рабарбар, вот, он же ревень. Это то, что дает нам природа, то, в принципе, мы должны использовать, показывать, экспериментировать. Каждый день мы что-то даэкспериментируем. То есть, что-то, это будь то на кухне, будь то за баром, будь то в жизни. в изменении, там, сервиса, в общем, везде есть. То есть, если спросить, да, там, идеальны ли твои заведения, нет, ничего не идеально вообще, и далеко не идеально, еще я могу, там, пять лет, десять лет стругать, и может что-то и выйдет. Вот такая моя политика. А чего точно не будет никогда в ваших заведениях? Вот что является, не знаю, признаком дурного вкуса? Что точно, вот нет, табу, никогда? Ну, по крайней мере, на данный момент, я мог бы сказать, что скидок, да, я считаю, что скидки, это совершенно неправильное ценообразование, да, это, наверное, вот что-то такое, да, а если считать так в интерьере, то в интерьере я не люблю белый цвет. Белый? И то же самое, вот, мы с партнером, у нас с партнером мы настолько, у нас такая синергия, что нам не нужно друг другу ничего объяснять и говорить. В принципе, мы приходим к общему знаменателю за одно предложение, но если мы не приходим за одно предложение, то на следующий день все будет по-любому решено, вот, белый цвет, да, он, наверное, не будет присутствовать в наших интерьерах, и плюс у нас всегда будет какая-то определенная рука мастера, да, то есть нас всегда можно понять, где мы приложили свою руку. Потому что сейчас это, допустим, у нас всегда используется кирпич во всех заведениях, да, там в ТХЦ, в старом городе у нас кирпич вообще 15 века, по-моему, они занесены стены в ЮНЕСКО. То есть сохраненное абсолютно здание. Мы не имеем права их трогать, да, мы не имеем права трогать, да. В Cloud9 у нас своды на потолке кирпичные, в следующем заведении там вообще куча кирпича, вот, и мы тоже там до этого обсуждали, что не будем заходить в полуподвальные помещения, но как-то нас тянет туда, и мы не можем из них выбраться. Ну, вы умеете сделать конфетку из подвальных помещений, я прекрасно помню эти фотографии, что было до. Да, 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 и сейчас тоже вот это рождение проекта, оно выходит из того, что мы делали один проект, а переметнули сейчас сделать побыстрее клуб с баром, потому что Cloud9 то же самое. Пока мы делали Cloud9 за год, мы сделали в Старом Городе другое заведение, вот, и сейчас у нас повторяется сценарий. А в плане обслуживания, в плане команды, чего точно не будет в концепции? Ой, это как-то сложно, потому что в команде у меня есть все официанты, хостес, барменеджер. Я больше про стилистику обслуживания. Про стилистику обслуживания, а это тоже сложный вопрос, я постоянно... На данный момент в Cloud9 официанты бармена и хостес, они являются некими экскурсоводами, приходя туда в первый раз, люди дают тебе всю информацию про меню, про концепт, про историю создания этого бара. Конечно, ведь очень круто. Ведь гостю всегда страшно прийти в новое заведение, я сам знаю, что иногда ты теряешься и не можешь понять, что оно, твое, не твое. И если персонал не подцепит тебя, то, в принципе, ты потерял гостя. Или гость получит совершенно неверную какую-то интерпретацию заведению. поэтому, да, персонал весь должен знать все аспекты заведения, стилистику заведения, что в нем, как, почему, плюсы, движения и так далее. То есть, персонал должен быть в этом обучен. К нам очень сложно попасть как персоналу, то есть, прям, потому что требования высокие не у нас, как у владельцев, мы уже совершенно на другом этапе, да, попадая туда, ты реально должен быть профессионалом своего дела, либо с горящими глазами влететь и сказать, что я могу, все, я готов учиться, самообразовываться и готов вообще к любым, к любым испытаниям. Вот это наш человек. Как при наличии настолько высокого уровня заведения, да, при наличии огромного количества уже наград, которые вы получаете, ежегодно, как вот, будет два вопроса с моей стороны, как не зазнаться и второе, как не перегореть, потому что проекты все очень насыщенные, эмоциональные, такие яркие, неповторимые, я бы даже сказала, что они уникальные в нашем городе. Так, первое будет... Как не зазнаться? Ну, по поводу наград, это все-таки, наверное, ну, во-первых, это не мои награды, это награда команды, то есть, что мне тут зазнаваться, это во-первых. Во-вторых, у нас, да, у нас титулованные бармены, но само заведение, оно топ-3, там, за лучшую подборку алкоголя, там, два года подряд, это не топ-1, то есть, зазнаваться тут еще нечему, поэтому нам еще работать, работать и работать, да, и еще есть проблема в том, что достаточно мало заведений в Латвии вообще участвуют в конкурсе и выдвигают свои бары, возможно, не готовы, возможно, то есть, я вообще призываю всех участвовать и быть активными, потому что мы должны составлять друг другу внутри здоровую конкуренцию, вот, и как-то так. Как не перегореть в таком ритме, в таких объемах? Да, но на самом деле это мой стиль жизни, поэтому... Не перегорать? Нет, наоборот, то есть, всегда жить на грани перегорания, да, то есть, это постоянно переключаться от проблемы к проблеме, вот, и, в принципе, опять же, у меня за спиной есть суперпартнер Серега, привет, вот, мы три раза уже как минимум упомянули, жаль, что он сейчас не в студии, да, сейчас не в студии, потому что он в Америке бежит за Латвию Iron Man, и он, в общем, там, показал самые лучшие результаты, которые могут быть. Он тоже на достижение результатов, то есть, у нас общая цель, общие какие-то есть моменты, над которыми вот мы работаем, поэтому мы... вы по жизни просто оба настолько активные, амбициозные, энергичные. Страшно, да, даже страшно. А не бывает такого, что, говорят, если оба человека слишком эмоциональны, слишком ярко выражены, с характером, экстраверты, не бывает ли конфликтов, конфликтов интересов, и не устаете ли вы друг от друга, будучи партнером? Не, я думаю, что мы скорее больше дополняем, ну, естественно, то есть есть какие-то проблемы есть, но у нас есть медиаторы, там, наши жены и дети, и так далее. Привет жена, привет детям. И, соответственно, ну, тут, опять же, кто как поймет ситуацию, то есть проблемной ситуации ни разу еще не было, вот сколько мы работаем, ни разу не было, потому что нам в кайф. Нам в кайф создавать, нам в кайф знакомить людей с новыми вещами, которые мы вроде как познали, и нам хочется сразу же это все преподнести. То есть, если бы можно было открывать бары за один день, то я, и бары, и рестораны, то я бы открывал их каждый день, вот честно, то есть, мне есть, что показать и так, и с завтраками, и с ужинами, и, возможно, даже с обедами, вот, и в баре, и в клубе, и так далее, и тому подобное. У нас в Латвии хоть и рынок маленький, но он достаточно интересный, тут очень сложно создать, то есть, как бы, тут очень легко попасть в просаг, потому что не поняли, все, закрыли. Люди очень разбираются, в принципе, у нас такая, то есть, это в Риге, если школу прошел, ну, все, очень даже на международной арене можно выстреливать. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Антон Джилин, и мы проводим в прямом эфире конкурс на розыгрыш 50 евро, подарочная карта в бар Cloud9. Задачи конкурса были таковыми, придумать название коктейля оригинальное и прислать нам составляющие от трех ингредиентов на номер 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1. Финальные у нас уже будут варианты, обязательно выберем победителей, и будет у гостей прекрасная возможность все то, о чем мы говорили сегодня Антоном, почувствовать на себе. Антон, в завершении также нашего эфира что можно посоветовать тем, кто планирует что-то открывать, в плане инвесторов, в плане выбора помещения, и что можно посоветовать гостям, чтобы они были более разборчивы, и те самые ожидания реальность, они всегда бы совпадали. Ну, во-первых, нужно тем, кто хочет что-то открыть, во-первых, не бояться сделать первый шаг, и все-таки не только на словах думать, что вот у меня есть там крутая идея, во-первых, надо написать ее ручкой, не на клавиатуре набрать, а ручкой, вот, это чисто мои рекомендации, во-вторых, естественно, нужно посчитать, нужно посчитать гостевой поток, нужно посчитать, сделать бизнес-план, все это рассчитать, и соответственно, вы увидите настоящую картину, будет ли прибыльное заведение, сколько вам нужно гостей, чтобы оно стало прибыльным, вот, любой инвестор будет спрашивать цифры, и, как бы, конечно, главное это идея, но цифры, идея, подкрепленная цифрами, это ключ к успеху. Ну, что ж, я думаю, что сегодня много мы узнали нового для себя, про бары, про индустрию, и настало самое время выбрать победителя, и так у нас несколько вариантов, это питон смайл, белый ром, мороженое, банан личи, рядом рюмка абсента. Следующий вариант, коктейль фо, небольшое количество джина, перца, кориандра, лимонного сока и бульона из говядины. И последний вариант, коктейль похмельный, водка, рассол, минералка, украшается кружочком соленого огурца и кусочком сала, и веточкой из огуречной банки. Все три варианта очень такие смешные и интересные, но так, между первым и вторым ты к чему больше? Я, наверное, за фо. Фо? стол. Да, там, наверное, надо как-то, чтобы у нас 10 тысяч Константинов не подошло. У нас есть номер телефона, мы обязательно свяжемся после эфира. Большое спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Спасибо вам, Антон. Желаю успехов, удачи, не перегорать, гореть своими идеями. В прямом эфире сегодня была я, Валерия Иванова. И до встречи в следующий понедельник в 5 часов в программе «Открытая кухня». Спасибо огромное. «Открытая кухня»